добрый день дорогие друзья добрый воскресный день на нашем канале каждый день добрый день канале жизни нашей семьи интересных путешествиях вкусной еде хороших позитивных людях меня зовут олег и мы с вами вне прямом эфире надеюсь у нас все получится действительно не прямой эфир во время прямого эфира в то время когда у нас проходит прямые эфиры почему потому что ничего сейчас планировать нельзя в этой жизни мы взяли с собой оборудование в отпуск надеялись что будем проводить все по плану но увы качество интернета не позволяет к сожалению а пообщаться с вами хочется мы очень соскучились по вам надеюсь вы тоже качестве интернет хорошее пропадает постоянно 5g он очень хорошие но постоянно обрубается сбои скорее всего сложно понять почему но в поселке небу где мы сейчас находимся на черноморском побережье видимо из-за жары очень часто происходит слои жары все-таки не забыла было сильное наводнение мне кажется в июле наверно вы помните вышло из строя потому что отключается и электричество участие поселка интернет да ты права потому что страшные кадры июльские хотя было 37 38 градусов наверно для для любви это не так страшно для нас это нас выбивала скорее интернет в общем действительно сегодня еще раз мы не оговорились я думаю что лора сделает заставку не прямой эфир до подчеркнет мы решили пообщаться с вами в таком формате сделаем анонс события прямой эфир да как это и можно будет в чатике кто будет смотреть именно 18 часов премьера он точно молодец по премьере посмотрим кто будет смотреть в прямом эфире не прямой эфир можно будет списаться да в общем я всех запутал а кто будет смотреть в записи все равно пишите ваши комментарии мы всегда на все комментарии отвечаем хотел я рассказать что наша семья находится на отдыхе мы поехали вы все время отдыхаете нет мы все время не отдыхаем мы были с нашей младшей вернее мы и есть нашей младшей дочкой анюты была средняя доченька соня кто смотрит за телеграм-каналом наверное видели наши похождения какие-то а кстати был уже один обзор рынка в топсе цены рынок мы снимаем немного сейчас но стараемся быть информационными максимально до информативными информационными полезными для зрителей потому что сами смотрим сейчас youtube когда позволяет интернет и понимаем что очень много видео ни о чем это же понимаешь что мы хотим вы роста подписчиков чего-то хотим что тоже часть видео ни о чем поэтому мы приняли такое решение что будем делать меньше стараться делать это более качественно со звуком потому что мы все время торопимся забываем про микрофона кажется что это как бы сойдет и так сойдет из-за вот этой гонки что надо снимать youtube надо каким-то алгоритмом youtube что-то надо на самом деле мы создавали это не для youtube канал мы создавали для себя для наших родственников я всегда это говорю для наших друзей и те зрители которые приходят такие же наши друзья поэтому мы хотим уважать себя и я для себя такой алгоритм кстати вы иди сюда поближе что тебя будет плохо слышно и вот на что у нас не таню тка поэтому мы стараемся говорить не очень громко я для себя понял такую идею если мы снимаем видео вот изначально у нас было мы делаем семейный архив если это видео нам самим потом не хочется пересмотреть то ну извините почему вы наши зрители должны на это тратить свое время и пусть будет погоня за тем что вот на два раза в неделю выложить видео кому надо зачем надо а даже помнишь мы в кисловодске 5 видео лора дело это был задуманных лошадей пристреливают потому что он да ты не успеваешь отсмотреть нормальные видео смонтировать потому что это все быстро 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 это все на один видеоролик уходит на часа все равно как бы не там не старалась на час-полтора уходит пока она загрузится пока ты там все напишешь и сделаешь обложку форматируешь так далее видео с виноделин ты монтировала по моему даже пару дней несколько дней с нескольких камер все совместить звук это никому не интересно просто хочется чтобы было красиво интересно пересматривать вам нам ну а иначе просто это не нужно поэтому будем делать только то что действительно заслуживает нашего с вами и вот этот комментарий день сурка тоже на самом деле правда комментарии нашего но уходим и по парку в кисловодске не ложечка можно что есть много зрителей они даже пишут комментариях если вы каждый день будете выкладывать одно и то же мы с удовольствием вас будем смотреть несколько человек для остальных один сурка да ну ребят спасибо вам за эту готовность но все таки у нас канал вот мы для себя понимаем мы ежедневно живое шоу жизни нашей семьи делает не хотим мы не снимаем там как мы купили футболки мотивация на уборку получили моим полы это еще раз не против этого формата у некоторых людей это прекрасно получается и даже интересно и мы кое-что смотрим из таких ну нам наверное нечего сказать вот каждый день мы открыли бутылку я сама уборку делаю без особого желания снимать и выкладывать я ремонтировать точно не хочу наверно поправлюсь можно делать все если тебе это самому нравится глаз перестал гореть глаз перестал гореть и кому-то нравится снимать вот эти ежедневные влоги жизни так далее вот для него это интересно и есть такие блогеры и видно что они горят этим им это прикольно а нам это не очень интересно поэтому мы будем делать формат все-таки полезных сюжетов о жизни не важно что будет получаться то есть мы для себя как вы понимаете мы не просто отдыхаем на море мы продолжаем думать мы продолжаем работать конечно же куда здесь насколько это возможно и продолжаем думать о будущем канала в том числе кстати вы сейчас смотрите нас и можете написать в комментариях которые идут прямом эфире вернее в премьере либо же в комментариях ваше мнение как было бы интересно смотреть наш канал хотя уже боюсь таких вопросов как-то в телеграме помнишь просил перенести сделает ли прямой эфир завтра или через неделю кто-то написал да вообще не надо ну тоже нужно быть готовым и к этому пишите ваши любые комментарии мы примем это мужественно я надеюсь хотя у нас тут был лорка надо мной очень смеется санюша уезжала улетала но похихикала это можно это по-доброму санюша улетала домой в питер готовится к ус к учебному году потому что у нее 11 класс все ответственно волнительно и 24 она улетала из сочи не я не был в сочи не лора не сони тем более это была первая наша поездка мы поехали на электричке кстати вот об этом я снял сюжет и по правде говоря с огромным удовольствием тяжелый день был потому что было жарко битком народу но не буду рассказывать думаю лорка скоро это смонтирует покажет да к тому что когда я приехал в туапсе и вот на привокзальной площади туапсе я снимал финальную финальные кадры и проходил какой-то мальчик а еще знаете такой возраст наивности и живости и он проходит сколько 40 лет ну шестьдесят лет семь шесть наверно что-то такое и вообще мама мама смотри тот самый блогер с таким восторгом неподдельным это я приехал лорке рассказал он говорит но может быть тот самый который всех измучил всем надоел может быть это мальчик имел ввиду и давал маме такую команду что фас наконец-таки можно ему надавать по голове в общем мы на отдыхе пишите ваши комментарии формате я вообще просто пытаюсь я говорю и пытаюсь понять что это будет не прямой эфир в прямо в премьере на канале и последующие записи надо пробовать жизнь такая что нужно пробовать все и по поводу того что планов сейчас строить нельзя это слушайте если бы мы рассказывали мы бы наверное не один час потратили потому мы планировали давайте так давай мы планировали совсем другое имеется ввиду в небуге мы до 2 2 сентября здесь потом мы уезжаем туда же куда приехали то есть не в питер ставрополь это как бы такая наша база у александра бедный наш друг сашка как он нас приютил отдают нам две спальни на наше распоряжение мы этим нагло пользуемся постоянно но нам стыдно саша правда очень мы что-то полезное делаем у сашки заняли уже пол квартиры как и у эдика как и у эдика в кисловодске пол магазина саранча как саранча так скромненько примите это какой фильм был елки да по моему когда вот мы пришли ненадолго и вы потом все у нас слон там да еще что-то вот примерно мы такие же товарищи сашка спасибо едик спасибо большое ребят в общем у нас есть базы по югу россии и мы опять поедем и вот там мы уже будем на самом деле дальше решать куда нам двигаться вообще конечно нужно двигаться домой и работать но ситуация такая работы увы не так много я скажу за этот месяц у нас наверное одна продажа фильтр ну кто не знает мы занимаемся продажей вентиляции систем вентиляции раньше возили из финляндии сейчас мы пытаемся вернуть деньги которые зависли в прибалтийских банках за последнюю поставку пытаемся что-то вести из китая но поскольку курс дичайший вырос как вы это все знаете у нас все-таки товар не первой необходимости не еда не вода плитка который все равно пойдут покупать потому что процесс станет кто-то скорее откажется от вентиляции потому что она уж слишком премиальная цена там комплекта полмиллиона миллион полтора миллиона если финской сейчас брать цены конечно космически самим можно было сейчас сейчас цена вентиляции и поэтому продаж особо нет то что я говорю мы занимаемся работой мы занимаемся не столько работой сколько разгребаем вот то самое что я пишу запросы прибалтийские банки уже два с половиной месяца разбираясь где наши деньги они шлют запросы предоставление информации на общем такая билиберда за ваши деньги всего вам сюда пришлите еще будем не признательны не будем но заберем с удовольствием поэтому как лорка говорит хорошо бы ехать домой работать непонятно мы опять приходим к тому что вот перед кисловодском надо что-то делать и даже бухгалтер да извиняюсь бухгалтер наша вчера написала олег евгеньевич все здорово но нужно искать что-то на внутреннем рынке они возить из-за рубежа потому что из китаем проблемы буквально на этой неделе мы ну так извините расскажу рассчитывали пути доставки через турцию и наш таможенный брокер прислал письмо что платежи да давай платежи из турции тоже блокируется вернее в турцию и я лорки отправил это как раз из поезда в сочи хорошо проработали главное вовремя и вот наши изначальные планы по поездке они были в том числе связаны с работой ну давай скажу да что это поездка в армению мы там думали что сделать давайте на машине не доехали армении там что-то решить по работе а сейчас еще раз мы понимаем что решать через армению что-то ради того чтобы убить и облегчить этот процесс но побыв здесь еще раз прочитав нет но у нас приходит новая информация что это тоже все очень спорно все очень недешево и точно так же как то что рассказывал с турцией завтра это может мы можем вложить кучу денег которых сейчас вот так и скажут ну извините друзья друзья поэтому вот мы думаем что нам дальше делать конечно мы насмотрелись кучу видео про армению про грузию и так хочется есть конечно смотрели как вот только что смотрели в генрии а они приехали из турции из голодавшиеся цены в турции шквальные и в армении они все вкусно они едные видна не до отъедаются и вот в этом ресторане они потратили три с половиной тысячи рублей ну вот и объясни что у них трое детей их двое 5 человек и вот видно они увидели цены и поняли что заказа низками сказали что мы вышли мы так так не ели очень давно то есть вот просто колобки выходили за последних это что как-то тратить 700 рублей за пиде и порцию супа на человека мальмале маленького супа все очень маленькое все очень много слушать реалии с ценой такие ребят кто только что присоединился хочу сказать что вы находитесь в непрямом эфире ставьте значочки нравится и подписывайтесь на тебя очень переживаю что из телеграм-канала у нас отписываются ну я не переживаю я не переживаю нет вернее как переживаю конечно я понимаю что это естественный процесс люди массово подписывались когда мы были в кисловодске а сейчас когда мы не в кисловодске и вот там не всем интересно анютка да простит нас бабуля и мамуля это как это еще раз наш телеграм-канал это уж совсем такое семейное семейное кто вот наши друзья остановятся да ребята зрители которым действительно интересно я понимаю что ну не всем вот интересен этот формат когда а что происходит и даже знаешь было такое когда делал шортсы на ютюбе я видел что даже шортс дает массу просмотров а при этом зрители описываются потому что вот каждый день что-то происходит и это человеку на не интересно приходит да это раздражает точно также телеграм-канал не всем интересен потому что ну вчера лора сделала пасту но мы не могли не выложить потому что это была безумно вкусная паста вот когда такие вещи ешь в нашей семье думаешь вот где в каком ресторане так смогут накормить я очень сильно сомневаюсь не в плане похвалы лоре хотя давайте похвалим и и не в плане похвалы себе но иногда у нас очень вкусно в нашей артели кормят хочется этим поделиться хотя бы визуально ну а кому-то наверное это не интересно ну в общем ребят кому интересно наша жизнь кому интересно получать свежие новости о нашем семействе писать комментарии кому-то тоже когда ребята пишут там задавать вопросы вопросы еще что-то хорошее сообщество да хотелось бы чтобы было больше друзей и на телеграм-канале ну есть что есть но мы признательны если вы подпишетесь или на телеграм-канал ну в общем скорее всего в армению хотя лорка сегодня спросила говорит а ты все отменил я еще ничего не отменил просто получается мы так посмотрели у нас велик соблазн тоже опять поехать кисловодске мы нашли в принципе недорогой отель не в кисловодске 1 садах там 800 стоит номер 3 800 3 800 стоит люкс но это ребят это вин сады кто не знает это пригород 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 пятигорска минут 40 наверно до машины на машине до кисловодска и конечно там рассматривать вот это место конкретно для курортного отдыха а так если человек мобильный ты получаешься в середине и тебе кисловодск можно смотаться погулять и в железноводской там есентуки и сам пятигорске возможно наконец-таки эдик да наконец-таки съездим искупаемся как-то из кисловодска за суворовске как-то было дико долго муторно ну может казалось но в общем вот такой вариант и посмотрев видео про этих блогеров в армении который все обедать или выговорили к мы уже на три с половиной тысячи в кисловодске так не поешь ну еще раз на три с половиной тысячи лорочка на пять человек ну да да сейчас на три с половиной тысячи мы там втроем в лучшем случае но вот мы делали забегая вперед сюжет снимали где покушать в туапсе позавтракать и пообедать и поужинать были вечернем кафе веранда на берегу она она вообще не бюджетная но по нашим меркам ну еще раз говорю вот я все хожу с этой мыслью кофе по восточному 90 рублей какая какая-то кафешка не более того а это конечно под туапсинский меркам вот такое там хорошо вот тогда и на море и прочее но покажем 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 видео сняли я постарался там мы заплатили четыре с половиной на троих но анютку не считаем мы не объедались хотя в общем то поели нормально поели нормально но мы не прям не я к тому же не как ребят поели и поели но еще раз все таки да нет конечно в армению очень хочется посмотреть мы планировали вернее мечтали об этом и в позапрошлом году поехать без планов открытия каких-то дни бизнеса ну не бюджетно все это выйдет и бюджет мы начали прорабатывать армению находясь здесь вернее что-то уже вашего его его и к но ребята не дешево и нет есть конечно и дешевые варианты на просто некомфортно ну сообщится совсем не ну вот мы нашли там отель на берегу озера сева с детскими там площадками со всеми делами с завтраками и уже завтрак и ужин за 28000 за три ночи было извиняюсь я бы сказал 38 38 38000 за три ночи мы сначала две ночи смотрели это было 20 с копейками а потом я сделал 338 самом ереване тоже очень трудно как ребята нам помогают друзья спасибо им большое вот отели нормальный отель недалеко от центра города где 20 минут пешком я думаю что это все равно еще со скидкой 70 евро 70 долларов все-таки давай доллара 70 долларов 10 процентов разницы нам и знать предлагали квартиру но это вот совсем друг мы одна одногруппник по институту 40 долларов но мы упустили но это тоже получается ты приезжаешь и должен там сидеть надо ездить и поэтому привязываться вот так вот в квартире смысла смысла нет никакого там надо путешествует там три дня и четыре дня в ереване сели поехали на севан там пара дилежан вообще долго лорка нашла интересные места для отдыха в джермуке еще раз без машины без машины конечно вот тут вариант полетим полетим на самолете но двери ван конечно прекрасный город его тоже с удовольствием посмотреть но даже наши друзья армяне говорят ну ну два-три дня ну что вы там вечерние посмотрите ну погуляете ну что еще армении надо ездить вот поэтому и возникла мысль а мы рядом да и на одно проживание очень конечно много уйдет с питанием у нас проблем нет мы сами прекрасно готовим и да походим по ресторанам пару раз мы не ходоки по ресторанам у нас как-то это мы больше домашние чтобы супчик ну интересно конечно попробовать настоящую армянскую кухню вот зная нас мы один раз ходим два раза сходим а потом ты мне скажешь что-то это давай сделаем легкий супчик да согласен тоже поэтому все время в гостиницах останавливаться не получится нужно искать какие-то варианты в общем скажу по правде маршруты мы накидали интересные именно но когда начали уже аренду прорабатывать самое главное конечно тут у нас был такой вот локомотив что нужно по работе а когда вот это нужно по работе вдруг рассеялась и вот просто так ехать на такие расходы мы поняли что мы во-первых мы все-таки здесь три недели отдыхаем нет конечно цена хорошая спасибо кати она сохранила нам цену прошлого года и так далее вы сами знаете отдых тем более на море тем более с детками все это все это стоит денежек поэтому может быть все таки заглянем на пару дней в кисловодск ну не на пару дней мы уже нарисовали четыре дня четыре пять дней с друзьями со всеми пообщаться и наверное поедем домой посмотрим посмотрим в общем планы планы уже поехали в армению смотреть все равно те же деньги потратим напишите куда ехать куда ехать ребят вот на распутье мы куда ехать правда потому что в любом случае мы едем ставрополь стартовать будем из ставрополя вопрос куда пока пока открыт пока открыт потому что у нас зарезервирована и у нас зарезервирована ночь в свете цвета это наш друг зурам по из владикавказа порекомендовал ну нет билиси ехать надо но не на переночевать это такое как раз почувствует почувствовать аромат чуть-чуть грузии древняя столица небольшая прогуляться вечером и потом у нас уже на четыре дня по моему зарезервирована в ереване и ваня семейный такой отель тоже про которому говоришь атмосферой армянской покупает еще то что есть возможности приготовить потому что есть доступ на общую кухню либо можно попросить владельцев отеля приготовить ужин то есть там как-то более по-домашнему и дальше вот мы уже планировали куда-то там дележал всего конечно можно как-то найти какие-то другие варианты вон прекрасный вариант у ребят гумрия не себя нашли за пять тысяч за две ночи ну грим и гумри мы не планировали ехать скажем так мы вообще жестко конечно ну это это да вот тот вариант когда хочется но в то же время хочется с друзьями повидаться в кисловодске по правде говоря вот мне для настроения мне очень нужен кисловодск чтобы ехать пережить зиму ну даже не зиму осень нашу глубокую потому что раньше даже при хорошем раскладе раньше середины помогает помогает но я скучаю по кисловодску а в армении тоже горы в армении тоже горы согласен этом не был я вот как тот человек который всегда к чему-то новому я вообще по правде говоря ну кто не знает я по национальности армянин который никогда не был в армении не знаю тогда ехать за там останешься нет ну для меня это волнительная встреча будет в общем в общем говорит хватит врать их не хватает бюджета и все да чё врать как-то в таком состоянии мы не понимаем что делать немножко в раздрае причем настроение меняется по работе чуть-чуть было бы работа вот поехали работать нет я веду что даже согласись как пошли запросы даже не продажи настроение другое игрок такое пищение что мы с тобой продали на миллион миллионские у нас ну как хотя бы уже запросы правда да и вот у тебя другой позитив другая мотивация и хочется что-то творить какие-то чудеса давайте хорошим думаем решая в любом случае должно не сервисов встретиться с ребятами обсудить потому что мы все равно продолжаем искать чем в жизни заниматься показывает практика ситуация меняется и как сказала наша мудрая бухгалтер ищите что-то внутри страны кто постоянно нас смотрит тоже помнит что вы искали для себя какие-то варианты бизнеса в кисловодске когда ехали на четыре месяца туда по итогу на 3 что мы сейчас что-то обязательно найдем мы же такие мудрые мы такие мы поняли да что наши планы вот вариант а b c d d e f и так далее они слегка не соответствуют реалиям просто есть реальный до кисловодска курортов кавказских минеральных мы были более такие контактные как сказать мы закрыты очень закрыты друзья мы очень закрытые люди напишите в комментариях другое дело это же надо со всеми знакомиться общаться вот как вот такими в этом плане очень ленивые я вообще практически в реальной жизни я мало с кем общаюсь не я не то что я тяжело с людьми не схожу себе еще что-то ты имеешь ввиду нужно быть пробивным пробивным более гибким но какие-то же утром находится искать связи общаться строить какие-то планы но это знаешь наверное как говорят цепки переговорщик до хороший менеджер но в этом смысле тоже очень плохой я если у меня нету если того нет не совсем так если у меня нет энергетики с человеком даже если он мне нужен я с ним не могу общаться мне это неинтересно наверное это плохая черта ну я еще тоже не люблю быть навязчивым ну это наверное тоже меня это тоже когда человек навязчивый мне очень лично нас это сильно напрягает хотя я был для бизнеса для бизнеса наверняка это здорово я понимаю что нужно быть вот а вы посмотрели наше предложение позвонить воскресенье в три часа ночи там еще что то наверное продаж будет больше ну вот мы не такие по складу характера еще раз мы же сообщаемся со многими людьми я так считаю нет на самое что смешное как бы наш наш нашу схему бизнеса по вентиляции вообще манера продавать как бы вот эти вот схемы копируют москвичи ну потому что они грамотные маркетологи слушать у нас интересно даже я сейчас вспомнил с одной большой финской компании приезжали к нам на обучение но компании действительно намного больше наши это намного сильнее они приезжали под той дудкой что они якобы хотят нашими дилерами стали все снимали все записывали это было так интересно а потом через полгода они тоже самую ту же самую канву уже выдавали да другие со своим оборудованием так так забавно поэтому получается значит не такие плохие мы продавцы просто денег нет это другая мы хорошие продавцы ну мы хорошие люди на плохие продавцы давай давай на этом в общем что дальше что дальше и вот мы и думаем чем нам заниматься дальше потому что потому что у у меня появилось такое что я хочу оставить какой-то не просто денег заработать поставить как тот самолет который к вид разбрасывает это ты имеешь ввиду конечно ну как-то оставить такое дело которое может быть там прокормит только на основе может быть соню аню как-то вот что-то существенное наследство стасю да то что у нас все-таки три дочки и мне тоже вот знаешь что я не то что напрягает смотрю у нас есть товарищ андрей степанов тоже занимается продажей оборудования и оба сына его работают в компании ну я не знаю конечно ребят там с удовольствием без удовольствием но у никита во всяком случае он такой но адреналине то есть его прет я смотрю у нас уже две по сути дела взрослые дочки не я понимаю но ни у кого даже не возникло никакой идеи папа может быть я у тебя поработаем мы с вами поработаем даже никаких может быть пою поэтому обычному человеку будет интересно заниматься вентиляции особенно девочки как и первое время меня в этом бизнесе тоже вообще серьезно воспринимали как бы иногда это даже было оскорбительно когда мужчина это можно с мужчиной пообщаться такой мужчина который только с мужчинами через какое-то недоверие общались инженерное оборудование дать мне с инженером поговорить я думаю что им это просто не интересно ну одно дело вот когда мы работали там с дизайнерами архитекторами я ходила на какие-то мероприятия ознакомилась дизайнерами интерьеров как-то с ними общалась но все равно это сводится потому что ты хочешь по грязной стройке с образцами кирпичей так скажешь тяжелые ну с другой стороны лорка если вспомнить видео с винодельни сыроварни колесниковых кто не видел посмотрите она у нас есть на канале были мы там весной кстати может быть если мы не поедем в армению мы к ребятам заедем да потому что сейчас на винодельнях интересная жизнь сбор винограда многие уже здесь я смотрю новостях собираю шардоне дальше пойдут другие сорта в общем такая интересная жизнь интересная пора на винодельнях к тому что колесниковы при том что им удалось создать реально классное место он не то что пожаловался слегка посетовал что сыну это интересно колесниковых достаточно стабильное финансовое положение и парень получил возможность выучиться там на шеф повара да сейчас проходит стажировку в классном ресторане смысле там делает ну к тому что дело перед вот кому передать дело возможно он как бы наиграется в это опять-таки парни там 20-25 я не знаю сколько у меня бы тоже я так понял что ну да в станицу такие возможности конечно он хочет поработать и и в москве с разными шефами набраться опыта попробовать сделать что-то свое а там получается а там уже все есть шикарная кухня да там все есть и будет приезжать и интересно дальше мне возраст такой что тебе там это тусовки ночные в москве нужны а у нас софия олеговна съездила в москву впервые жизни по сути дела старшая дочь она живет в москве они встретились стали и все у сони теперь только москва на устах москва москва жизнь москве все остальное не но еще дубай вот почему-то дубай это же и жизнь все все остальное это просто не интересно я у меня спрашиваю доченька что-то там будешь делать москве неважно это просто москва это там это все может быть она бы и стала заниматься нашим бизнесом зарабатывать в москве зарабатывать большие деньги наши колготня в общем хочется делать что-то такое как лорка сказала оставить след чтобы было интересно нам чтобы позволяло зарабатывать весомые деньги какое-то осязаемое не просто не просто наверно купить продать а что-то сделать какой-то ну что останется тебе это по большому счету у нас сейчас наступит пенсия до пенсии и там энергии так вот заниматься бизнесом он не будет и все тебя ничего не осталось ты распродал остатки склада и все у тебя ничего нет по сути ты живешь по доверенности по сути да купи продайство но в этом смысле конечно получается что там ни квартиры нет который можно на квартиру не заработали как можно сдавать хоть какой-то доход пенсии и дом построен и дерево не посадили если на него хочется до построить дом посадить дерево вырастить сына давай дочку сначала надо я счет догонка смотрю какой-то у нас прям непрямой эфир очень такой слезливый получаются но мне кажется многие сейчас находится состояние как мы конечно слушаем многие многие рвут потерялись машину зальна и все что работало раньше сейчас не работает и я говорю олег у меня такое ощущение что мы выпали из обоймы мы даже не выпадаем и выпали его больно лорочка я думаю что у всех такое ощущение особенно у наших политиков я имею ввиду во все во всем мире не только в россии все выпали из-за обоймы многие экономисты ни черта не понимают что происходит просто вот все куда-то идет и все пояс мчится как бы не понимаешь куда и к чему это приведет просто раньше была определенная стабильность ну у нас все было хорошо и до пандемии вспомнили да вот все что мы заработали тогда вот мы сейчас проедаем и был какой-то план вот как ты говоришь до пенсии я знал но по 5 у меня был горел зон планирования 10 лет я четко потому что мы потому что с финнами мы писали планы обновляли 6 лет это все равно еще такие подразмытые но на 5 лет у нас было четкое планирование что там можно взять квартиру в ипотеку еще что а сейчас понимаю что взять можно как выплачивать непонятно смысл смысл и вот мы тоже думаем ну хорошо у нас сейчас есть еще деньги там купить квартиру может быть завтра квартиру же бесплатно будут раздавать да может быть такое но не то что бесплатно но может быть недвижка и обесцениться слушай как вы наверно тоже читаете что рынок перегрет эксперты не эксперты говорят о том что минимум в два раза цена завышена и почему нет если мы понимаем вспоминаем 2008 года что было и потом после этого ипотечного кризиса а почему нет то же самое резко ставки по ипотеке ушли вверх а люди не могут платить и кому это нужно в настроенном ногу то есть тут вопросов то как как сделать все правильно а потом все меняется вот как мы уже сегодня говорили мы о мы сейчас сделаем вот то только ты поворачиваешься возвращаешься уже в этом смысла нет и ты думаешь блин а я сейчас бы поехал потратил на это деньги чтобы я потом с этой игрушкой делал ничего как-то и понятно то ли землю покупать дом строить а для чего кто в этом доме по факту будет жить соня туда даже не приедет то есть это уже награждаться тоже ни разу не приедет для себя для они тоже тут понимаешь что хочется дать какое-то образование и короче мы сами запутались и сейчас вас запутаем нашим ну не ну почему просто просто говорим о своих и другой стороны я понимаю что везде люди живут как-то работают с очень даже со своими сомнениями со своими три года в городе и живут и в туоксе и короче не будешь и в небуге да хотя как мне все время казалось что здесь город начинает жить только когда лето туристы приезжают и свою жизнь в садике школы конечно да нет ну я хотел поблагодарить вас что ставите значочки нравится продолжаете мы же не говорим в любом случае советы это всегда хорошо кстати вот даже что я вспомнил когда мы собирались кисловодск и одна из идеи зрителей было почему вам не добраться до черкесска ведь вы вы могли там брать вещи многие покупают отправлять эти вещи и так далее я не скажу что мы это про игнорировали но за те три месяца пока мы мы не мы не смогли этого сделать мы сейчас можем вагон оправдание сделать но мы этого не сделали мы не съездили сейчас мы шли по этой галереи небу года который идет к воде остановились такие классные детские костюмчики очень милые у лошадь как бы получается в розницу там костюмчик там две две с половиной тысячи рублей зависимости от размера там качество и так далее гора спрашивает где произведено карачаево-черкесия ну вот вопрос ребят если вы не едете в карачаево-черкесию откуда у вас деньги да потому что есть примеры знакомых у которых там на зоне эти же вещи продаются причем я вспомнил что меня еще до поездки моя знакомая мы учились вместе в университете сейчас она живет в германии достаточно известный дизайнер она меня просила когда сказал о ты едешь туда написала пожалуйста заедь узнай там как я знаю производит очень хорошие шерстяные изделия я готова делать модели чтобы они отшивали отправляли мы не поехали сейчас такси бизнесмены да такси бизнесмены поэтому жаловаться нечего может быть доедем кстати до рынка черкески нам писали комментарии что ждут нас карачаево-черкесии дорогие зрители вдруг вы это видите в начале до конца все равно никто не досмотрит сейчас вообще не важно что мы говорим ну прекратите уж ладно напишите напишите по я сейчас поковырялся по интернету нашел что рынок работает именно шерстяной черкески один день в субботу с 5 утра до часу дня так ли это ну и будем признательны за какие-то подсказки куда идти что там большой ли рынок не знаю потому что у нас такая идея постараться если все-таки этот вояж будет условно в регион кисловодска в последний день и выехать в субботу ну там совсем рано мы не сможем потому что они по не поднять но постараться часов 8 выехать будет мучение ну хотя бы часов 8 выехать доехать до рынка пол десятого в 10 постараться там походить что это понимаем ли мы как с этим действовать можем ли мы как-то применить себя в этом во всем и так далее но я думаю пару часов нам хватит перекусить где-то черкески наверняка что то есть там тоже интересная кухня и уже ехать ставрополь потому что к саше опять люди скажут господи совесть и вы имеете но что же вы бедного саша там сашка нам рад пока еще до моего не очень сильно замучили но мы так надеемся хорошие люди таких канал да 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 будем вам признательны потому что вы к писали комментарии многократно когда мы были в очки кении и после будем признательны ну может быть другие зрители тоже знают как это работает история с рынком в чем именно в черкесске не очень кений потому что все сказали что основная торговля это действительно черкес так что планы такие у нас есть планы без плана планы без планов да ну как сказала лора нужно общаться больше это я вот для себя пытаюсь найти алгоритм смотреть удивляться показывать вам на нашем канале и находить наверно у людей какие-то новые знакомства у меня вот была очень интересная встреча в воронеже мы ехали слово раз они прилетели на самолете в ставрополь извините к саше да а мы с сонькой ехали на машине и с остановкой воронеже мы остановились прямо в городе воронеж гуляли ходили не скажу что много гуляли ибо были такие весьма уставшие а я был еще больной я поехал с бронхитом сильным только-только спала температура за день до этого но надо было ехать и вот мы пошли перекусили чуть-чуть прошлись алкогольный магазин ну вот и я захожу соник папа нам что-то надо ты же не будешь пить это боже упаси конечно нет а зачем мы туда идем а меня до тянет не скажу что запах алкоголя просто что-то тянет захожу интересный выбор российских вин ну можно было посмотреть и уйти да я не выдержал начал разговаривать с продавцом который оказался совсем не продавцом потом а владельцем причем человеком с кубани они из воронежа эдуард его тоже зовут мы познакомились отменялись контактами я дал ссылку на наш канал он уже несколько раз писал у него своя винодельня он говорит я знаю очень многих людей я вам помогу сделать экскурсии по кубанским винодельням куда вот не попасть по небольшим кубанским винодельням и как мы в ставрополье были надеюсь вы смотрели эти сюжеты с уникальными людьми то есть не туда где идут массовые экскурсии и вот мы вышли и сонька такая сказала ну да вот если ты сюда не пошел наверно ты посади ко мне и познакомился да понимаешь с одной стороны делаешь вроде какие-то глупые ненужные поступки с другой стороны я непонятно к чему это приведет и надеюсь что она к чему-то все-таки у нас приведет все вот это вот то что мы собираем как-то перевариваем всю эту информацию почему-то верно как-то другой более цепкий человек уже бы чтобы сбацал сляпал и преподнес у нас еще пока очень ну видишь с другой стороны я это для себя объясняю тем что мы занимаемся вот это купли и продажи и мы не очень нет и мы не вот я лично не очень хочу вот купи и продай в другом по другим углом заниматься как тот же наш сашка ковш про которым мы продаж и не важно что продавать все равно алгоритм продаж он одинаковый а вот хочется чего-то того о чем сказала лора что-то более емкая более свое ну то что у нас были мысли делать сыр мы поняли там наверное не совсем но что-то вот такое свое когда ты можешь у у тебя есть ремесло да можно я скажу ремесло у тебя есть дело которое вот не важно что там производишь баночки консервации сыр запеченное мясо проводишь авторские туры куда-то не знаю или что-то еще в конце концов по твоим эскизом отшивают одежду да интересно ну вот что-то у тебя какое-то ремесло это другая история это вот не совсем просто купил в одном месте продал в другом месте хотя не еще раз говорю что я с уважением и к этой отрасли отношусь без этого жизни никак нет ну ты произвел вроде что-то да свою услугу и продал ее хотя это тоже такая же продажа в общем ребята да у нас питанька мы пытались начать записывать не прямой эфир вместе с ней думали это будет классно но до того момента пока на его кукурузу это было весело потом когда она начала бить тарелки стал уже не очень смешно хулиганка стала это вообще мы за день вдвоем просто выматываемся когда была соня втроем да и соня на вас смотрел это как это вообще возможно если еще вначале когда мы приехали она как-то на море не то что тебе доверяла а еще следовало твоим указаниям там с рук не слезала воде сейчас это абсолютно бисенок она бежит в море и волна накрывает она сидит под водой глаза вот такие и довольны не страха ничего то есть у меня я вот смотрю на это и вот у меня глаза вот такие невозможно взять она начинает кричать и у нравится все не дает себя не за руки брать вообще ничего наш она научилась говорить море 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 до утром начинается с моря вот это удивляет хотя конечно я помню рассказы что я первый раз поехал на море она я родился в мае летом 70 года родители повезли поехали в анапу и вот то же самое мама рассказывала что я вот все время лес под воду соняка потому что тоже у нас очень любит нырячка очень активная мало управляемая со своим характером поэтому друзья она не очень часто теперь участвует и в непрямых эфирах она сейчас дрыхнет а мы пользуемся этой возможностью записываем сюжеты кстати о нашем любимом кисловодске знаешь потом произошло там постоянно что-то происходит нет нет ни цирковой фестиваль мы посмотрели сюжет как ведущая сказала цирк вышел на улице города и прозвучало это так-то так что во главе с мэром эдик написал просто эдик смотришь если привет большой перекрыть главный проспект горы он говорит ты представляешь не въехать не выехать по сути и ничего не горит и можете представить на полдня просто закрыть ну и по улице слова или здорово еще раз а люди то как но я не про цирк хотел сказать в кисловодске случилось знаковое я думаю что этому лет через 10 поставят памятник первый выписан штраф в россии за езду на самокате электрическом не знаю куда это не очень хорошая шутка дай бог ему здоровья надеюсь он живой оказывается по курортному бульвару ограничили движение всех вот этих самодвижущихся средств что логично согласитесь потому что народу до дури и и вот кого-то поймали реально был рейд и кому-то всучили первый штраф за движение на самокате так выпьем за то чтобы меньше было я конечно понимаю это прикольно но даже прошу прощения на курортном бульваре в парке на этом самокате ну вот хочется спросить а нафига в общем состоялась состоялась большое событие в кисловодске все-таки очень хочется верить что мы съездим и в кисловодск нашим друзьям и в пятигорске побывая и в армении и в грузии очень бы все что хотите а вот смотри интересно если сейчас бюджет положили на стол мы поехали ну все так друзья скажите проблем нет поддержать наш канал можно давать хотя уж давно никто не поддерживает но я так понимаю что мы смотрим многих но не так многих у всех ситуация с денежкой не не я даже как ты сделал это делаю хорошо будем закругляться надеюсь формат непрямого эфира тоже был смотрибелен этих стихи читать не буду извини я их не готовил да и ничего толкового под рукой нет как ты понимаешь ничего нового за три недели я не написал кроме писем в банке литовские друзья спасибо что были с нами спасибо что поддерживаете нас будем очень правда признательны вам за идеи куда поехать как поехать что стоит сделать и конечно же за идеи возможных вариантов бизнеса для нашего семейства на юге страны не на юге страны на север может быть у кого-то есть какая-то колоссальная идея не хватает друзей соучастников кстати почему нет я вот ты знаешь она у меня есть друг дима бухаров тоже большая история в жизни все творческие проекты и так далее к чему как мы познакомились с димой дима смог проговорить свою идею хотя он сам не хотел ее говорить она нет она глупая она абсурдная не по полчаса и к тому что давайте проговаривать наши идеи вдруг у кого-то есть интересные кстати вот смотри у меня внутренний таймер друзья с всего самого наилучшего крепкого здоровья позитива бодрости духа и пусть каждый ваш день несмотря ни на какие сомнения будет добрым пока пока всего доброго